Здравствуйте, дорогие друзья! Всех приветствую на своих каналах. Продолжаем работать с текстами Писаний. Сегодня я задействую сразу три текста. Это будут тексты Ветхого Завета, Нового Завета и тексты Корана. И говорить мы будем о Рае. Если предыдущем видео я вам рассказывала о территориальном расположении Рая и Эдема на Земле, и говорила о том, что рай, который будет в будущем, он тоже будет на Земле, поскольку человек является изначально наместником Бога и праведные люди наследуют Землю, то я сегодня буду говорить о эволюционном преобразовании человечества, о эволюционном преображении человечества. Это и будет то новое состояние святости, когда внутри человека будет пребывать рай или Царствие Небесное. Вспомните слова Иисуса. Царствие Небесное внутрь вас есть. Вы – храм Бога Живого, и Дух Божий живёт в вас. Так вот, новое человечество, человечество, которое будет жить в вечности бытия, то есть станет бессмертным, оно будет отличаться от сегодняшнего человечества тем, что в первую очередь будет работать совершенно по-другому энергетическая система человека. Я сейчас говорю о тонком плане или о системе Духа Святого, которая присутствует у каждого из нас, поскольку все мы связаны с Богом, с системой Духа Святого. И вот посредством этой системы происходит достаточно плотное взаимодействие. А значит, конечно же, контролируются свыше все физиологические процессы в первую очередь. И это очень важно для понимания того, что мы не свои, мы Божьи. Это не значит, что нами манипулируют, нет. Просто нам помогают жить. И вот для того, чтобы мы жили вечно, Господь Бог Вседержитель обещает нам другой уровень эволюции – совершенные бессмертные тела. Это такой уровень, когда, во-первых, происходит трансформация на уровне сознания, когда люди приходят к святости через осознанность, и при этом полностью изменяется их физиология за счет концентрации Духа Святого, который сниспускается свыше. Перед вами энергетическая система человека, и я вам не случайно ее показываю. Как видите, душа и система тонких тел, они взаимосвязаны и образуют вот такое вот яйцо, или кокон. Есть ли подобное выражение у нас в текстах? Да, есть. В текстах Корана описываются некие большеглазые гурии. Так вот, я нашла одну любопытную строчку в суре под номером 37, аят 48. Возле них будут жены, потупляющие взоры, большеглазые гурии. Они словно скрыты от посторонних глаз яйцов. О чем идет речь? Ну, конечно же, об энергетической системе человека. И в данном случае яйцо – это тонкая система или система тонкого плана, или энергетическая система, которая невидима для глаз. Здесь так и говорится, они словно скрыты от посторонних глаз яйцов. Кстати, я пользуюсь сегодня таблицами Сергея Сергеевича Коновалова, который достаточно скрупулезно работает в этой тематике. И мне бы хотелось тексты, которые связаны с понятием энергетическая система, с понятием рай, с понятием Эдем, с понятием Новый Иерусалим, преподнести вам в новом свете. Потому что впереди нас ожидает новое небо и новая земля. Ну, под новой землей вы должны понимать наше человеческое тело, то есть нашу новую человеческую плоть, которая станет бессмертной. Ну, а под новым небом вы должны понимать новую систему энергоснабжения тонкого плана. Это не значит, что эта система будет изменена. Нет. Нам просто усилят интенсивность ее работы. Поскольку в текстах Корана описываются следующие факты того, что будет происходить, когда люди попадут в рай. Итак, сура под номером 57, 12 аят. В тот день ты увидишь, как перед верующими мужчинами и женщинами будет простираться их свет. А в десницах их будут светящиеся книги. Сегодня вы возрадуетесь райским садам, в которых текут реки. Вы пребудете в них вечно. Это и есть великий успех. Итак, тот день перед верующими мужчинами и женщинами будет простираться их свет. Вот вы сейчас на картинке видите здоровую систему тонкого плана. А тонкого плана так выглядит, как он или яйцо здорового человека. Так выглядели Адам и Ева изначально. И поэтому им не нужно было носить одежды. Но когда они согрешили, их энергетическая система тонкого плана начала работать по-другому. То есть уменьшилось количество поступаемой энергии и их тела перестали светиться. То есть исчезла аура. И поэтому они начали прикрывать вот эти вот свои сраные места, потому что они не видели своего собственного тела из-за свечения. И вот когда все вернется на круги своя, то выглядит человек будет примерно вот таким образом. И это у нас описывают тексты. Теперь, мои дорогие, мы будем работать с теми аллегориями, которые присутствуют во всех текстах Единого Писания и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и в текстах Корана, которые связаны с данной тематикой. Для того, чтобы понять эти тексты, необходимо разбираться в энергетической системе человека. Начнем мы с текстов Ветхого Завета. Это двадцать восьмая глава книги Эзекиэль. Я прочитаю цитаты с тринадцатого по пятнадцатый стих. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз, и алмаз, хризолит, тоникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе, Божий ходил среди огнистых камней. Итак, мои дорогие, обратим внимание на то, что вот эти все великолепные камни искусно были усажены у тебя в гнездышках и нанизаны на тебе. Для того, чтобы все это было наглядно, я просто-напросто покажу. Итак, давайте начнем с вами системы тонкого тела. Здесь изображены энергетические чаши и вход и движение энергии с верхнего полюса и с нижнего полюса. Давайте посчитаем количество чаш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Запомните это число, потому что по количеству чаш определяется количество тел тонкого плана. Вот вам одежды, украшенные всякими драгоценными камнями. Это энергетические камни. Вы видите, как они выглядят в суставах. на первом рисунке пораженный плечевой сустав и здоровый плечевой сустав. И у здорового человека вся эта система выглядит достаточно ярко. И я думаю, что в будущем вот это вот сияние будет присутствовать у людей. На втором рисунке мы видим движение энергии в системе божественного канала. выше рисунок с энергетическими чашами тонкого тела. Вот еще один наглядный пример. И вы должны понимать, что помимо системы энергетических чаш тонкого плана в нашем организме присутствуют другие места локализации энергии. И в данном случае вы видите, что они достаточно ярко прорисованы в суставах. помимо этого есть еще система энергетических чакр, которая представлена системой точек и она связывает энергетику нашего собственного организма вот с этой вот божественной энергетикой. Энергетикой тонкого плана или с Духом Святым. Таких точек на теле около 150 штук. И они образуют систему меридианов. Вот рядом вы видите рисунок. При помощи него можете представить вот эту вот собственную энергетическую систему чакр человека, которая образует буквально единое вот такое вот энергетическое тело, которое, к сожалению, мы не видим, но оно присутствует. Вот сейчас перед вами Откровение Иоанна Богослова 21 стих 21 главы. 12 ворот, 12 жемчужин, каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города, чистое золото, как прозрачное стекло. Давайте начнем с того, что это описание небесного Иерусалима. И вы должны понимать, что это не что иное, как описание нашей энергетической системы. Вот эти вот энергетические точки, они образуют группы, относящиеся к системе того или иного органа. Всего у нас систем органов как раз 12. Что такое улица города? Речь идет о божественном канале, который расположен вдоль позвоночника. Это один из основных энергетических каналов. Вы его видите сейчас на картинке. И я хотела бы еще зачитать одну цитату из 22 главы о том, что среди улицы по ту и другую сторону реки древа жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Что это за улица города, которая описана в тексте? Конечно же, это божественный энергетический канал, который идет вдоль всего позвоночника и связан со всей системой. Не только системой чакр и меридианов, но и конечно же системой энергетических чаш и тел. Смотрим тексты дальше. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древа жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Я вам говорила, что система меридианов у нас связана с каждой системой органов, а у нас их 12, поэтому и плоды безусловно разные. Ну а теперь еще я хочу прочитать цитату и показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл исходящую от престола Бога и Агнца. О чем идет речь? Речь идет, конечно же, об энергии, которая исходит от престола Бога. Вот здесь вы видите движение энергии через интеллектуальную чашу и через чашу плоти. И наконец в текстах описана стена города. Во-первых, начнем с того, что город расположен четверекоугольником и длина его такая же, как из широта. Вспомните витруанского человека у Леонардо да Винчи, где он стоит в форме креста, то есть вытянул руки как буква Т. И он вписан в четырехугольник. Почему? Потому что высота человека и ширина его рук одинаковые. Получается четырехугольник. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Вот вам город, который был подобен чистому золоту и прозрачному стеклу, потому что энергию по-другому описать достаточно сложно. Смотрим еще те цитаты, которые из текста. основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое сморакт, пятое сардоник, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое верил, девятое топаз, десятое хризопраз, одиннадцатый гиацин, двенадцатый аметист. Подобное мы находили с вами в текстах Ветхого Завета. Что здесь описано? Дело в том, что вот эти чаши энергетические, они связаны с различными энергетическими потоками и полями. Они разночастотные вибрации, то есть разные энергии. Потому что для каждого органа нужна та или иная энергия. Причем я говорила, что это не просто энергия, это информационные потоки, которые контролируют все процессы в организме. И понятно, что информационный план тоже разный. Отсюда и длинный волн, и конечно же энергетические потенциалы отличаются, когда поток идет к тому или иному органу, к той или иной клетке, а так как все функционально запрограммировано свыше и затем реализуется уже на физическом плане. Дорогие друзья, сейчас мы будем с вами работать с текстами Корана. И посредством тех цитат, которые у нас есть в наличии, я вам докажу, что при описании рая используются аллегории или иносказания, связанные с переходом человека на новый уровень бытия или на новый эволюционный уровень и описывается его энергетическая система. Итак, давайте начнем с суры под номером 57 12 аята. В тот день ты увидишь, как перед верующими мужчинами и женщинами будет простираться их свет, а в десницах их будут светящиеся книги. Сегодня вы возрадуетесь райским садам, в которых текут реки. Вы приводите в них вечно. Это и есть великий успех. Смотрим тексты дальше. Ну а теперь сура под номером 83 24 аят. На их лицах ты увидишь блаженное сияние. О чем говорит понятие слова сияние? Ну конечно же о свечении так называемой ауры или системы тонкого тела человека. Сейчас я вам покажу картинку и вы поймете, что описано свечение тела, описано сияние лица и эта информация конечно же связана с человеком и с его информационно-энергетической системой тонкого плана. Работаем с текстами дальше. Ну а теперь сура под номером 71 14 15 аят Он ведь создал вас переходящими из одного состояния в другое. Неужели вы не видите, как Аллах сотворил семь небес одно над другим? О чем идет речь? Речь идет о том, что мы эволюционируем в течение своего жизненного пути. речь идет о реинкарнации наших тел и о том, что человечество приобретает новый уровень организации. А вот эти вот семь небес, чем они связаны? Дело в том, что у нас семь чаш и семь тонких тел. Это и есть небеса, которые одно над другим расположены над нами. Вот здесь мы видим систему тонкого тела в виде кокона или в виде яйца. Она тоже у нас описана в текстах Корана. Но на самом деле можно представить ее как семь отдельных тел. Эти тела отличаются не только функциональной направленностью, но и конечно же своими составляющими, которые имеют определенные характеристики. То есть это определенные информационные коды, определенные длины живых световых волн, определенные частоты и конечно же энергетические потенциалы. Сура под номером 23 17 аят доказывают то, что это целая система контроля свыше за нашими физиологическими процессами. Причем все живые организмы устроены идентично. Воистину мы создали над вами семь небес, одно над другим и мы никогда не были в неведении о творениях. То есть посредством вот этих приспособлений Господь Бог Вседержитель контролирует каждого человека, каждое творение во Вселенной. 60-61 аят 19 суры доказывает то, что верующим людям обещают те сады, которых они на сегодняшний момент не видят воочию. Мы действительно не видим вот эти наши тонкие тела, мы не видим нашу душу, мы не видим нашу ауру, и они войдут в рай и с ними нисколько не поступят несправедливо в сады Адна или Эдена, который милостливый обещал своим рабам, не видевшим их воочию. Поистине его обещание исполнится. И дальше мы уже можем сопоставить эти цитаты с теми текстами, которые зачитывали о том, что верующие все-таки увидят свечение рядом с собой, и это свечение будет отличаться по интенсивности у верующих и неверующих людей. Сейчас я вам прочитаю эту цитату. Читаем 46 аят 7 суры. Между ними будет изгородь, а на оградах будут люди, которые узнают и тех, и других по приметам. Они воззовут к обитателям рая, мир вам. Они еще не войдут в рай, но будут желать этого. Когда их взоры повернут в сторону обитателей огня, они скажут, Господи наш, не помещай нас с людьми несправедливыми. Люди на оградах обратятся к мужчинам, которых они узнают по их приметам и скажут, не помогло вам то, что вы собирали, и то, что вы превозносились. Обитатели или то, чем вас наделил Аллах. Они скажут, Аллах запретил это для неверующих. Вот как раз речь идет о том свечении ауры или свечении системы тонкого тела, которое описано ранее в текстах. Что это за свечение и что это за вода, о которой идет речь? Что это за реки? Это реки благодати или духа жизни, который снисходит на человека. Я называю его духом святым, поскольку Господь Бог наш святый, а значит все, что от него исходит святое. Итак, это у нас 9 сура 89 аят. Аллах приготовил им райские сады, в которых текут реки, они пребудут в них. Это великое преуспеяние. Аят 13 суры. Вот описание рая, обещанного богобоязненным. Там текут реки, не иссякают явства и не исчезает тень. О чем идет речь? С реками мы разобрались. Это информационно-энергетические потоки Духа Святого или благодать, которая нисходит от Бога. Что подразумевается под понятием не иссякают явства? Дело в том, что изменится либо концентрация, либо мощность этих потоков и человек будет насыщен энергией. Ему не обязательно будет много кушать. Он будет просто-напросто наслаждаться пищей, которая будет на планете. 15 сура 45 аят Поистине богобоязненные пребудут в райских садах среди источников. 48 аят Там их не коснется усталость и их не изгонят оттуда. Это аят, который доказывает то, что я вам говорила ранее. Ну, а теперь практически два одинаковых аята. Сура под номером 18 31 аят. Им им уготованы сады Адна в которых текут реки. Там на них будут надеты золотые браслеты и они облачатся в зеленые одеяния из атласа и парчи и будут возлежать на ложах прислонившись. Какая прекрасная награда и какая славная обитель. 22 сура 23 стих А тех которые уверовали и совершали праведные деяния Аллах ведет в райские сады в которых текут реки. Там на них будут золотые браслеты и жемчуга их одеяния будут из шелка. Итак, в текстах присутствуют следующие аллегории. Золотые браслеты на руках жемчуга парча и шелка. Золотые браслеты вы видите. Это место локализации информационно-энергетических потоков или энергии в области суставов. С жемчугами мы уже разбирались и я вам рассказывала, что есть система чакр. И вот эти точки образующие эту систему и называются жемчугами. Это доказали другие тексты. Теперь, что такое парча и что такое шелка? Это та одежда, в которую будут одеты верующие праведные люди. Шелка это тонкие энергии, которые образуют систему тонкого тела, которые образуют вот это яйцо или как он. Что такое парча? Парча, как правило, дает такой многочастный, многоточечный блеск. А значит, это система меридианов, которая присутствует в нашем организме, которая связана с чакрами, с теми точками, которые связывают энергетику собственную организма с энергетикой божественного плана. Теперь 44-я сура, 52-й, 53-й, 54-й аят. Среди райских садов и источников они будут облачены в атлас и парчу и будут восседать друг против друга. Вот так мы сочетаем их с черноокими и большеглазыми девами. Обратите внимание, слово шелка заменены на слово атлас. Это говорит о том, что вот эти тонкие энергии будут разнохарактерные и разнофункциональные. Ну, а теперь давайте поговорим о чернооких и большеглазых девах. Пока в этом видеоматериале я дам ограниченную характеристику, мы еще досмотрим те сюжетные линии, которые есть. Итак, продолжаем. Ну и наконец, 37-я сура, 48-й, 49-й аят. Возле них будут жены, потупляющие взоры, большеглазые, они словно скрытые от посторонних глаз яйцом. Помимо этого, в текстах еще говорится, что они будут девственные. Итак, смотрим. Та же самая информация, те же самые жены, те же самые девы, но они словно скрытые от посторонних глаз яйцо. Что же это за яйцо? Наша душа семью тонкими телами образует своеобразный как он или яйцо. Это и есть лотос крайнего предела, о котором говорится в текстах Корана, когда рассказывается про Мухаммеда. Я вам сейчас покажу другое изображение системы тонких тел, которые объединены с душой и вы поймете о чем я говорю и почему эти девы черноглазые и многорукие. Я думаю, что на сегодня хватит. Всего вам доброго. До следующей встречи. Продолжение следует...